Всем привет дорогие друзья, с вами Димон. Вы сейчас такие подумаете, что надоели вы этим сайтам рулеткой уже все. Ну, мы будем говорить сегодня о warface.biz, что нужно делать, что не нужно делать, кому нужно верить, кому не нужно верить. Это мои как бы слова, мои предположения. Вы можете кому угодно верить, это ваша жизнь, ваши деньги делать можете все что угодно. Начну, пожалуй, с того, что... Ну, с ютуберов, конечно же, начнем. Начну, пожалуй, с того, что сначала мне предложили пиарить этот сайт, деньги не называли сумму конкретную. Вот этот Никола Тесла предложил, я отказался, сразу сказал, нет, сайты спасибо не надо. Он мне написал, я так не буду дословно, так примерно вам говорю, я в конце приложу, если что, переписку, я там еще... Ну, ладно, это позже. Он мне написал, что это же не какой-то сайт с аккаунтами или ключами кидал, это же настоящий, говорит, сайт, рулетка Warface. Чего ты, говорит, никакого обмана нет и все такое. Ну, я посмотрел на сайт, сразу же понял, что к чему, мне, в принципе, 10 секунд хватает, чтобы понять, что к чему. Раз, ну, все, я говорю, нет, спасибо. Потом, на следующий день я ему отписал, что вот, получается, до этого видео я отписал, решил проверить, сколько, что нужно сделать, чтобы он заплатил. Я ему отписал, нужно крутить ключи на твоем сайте или что нужно сделать? Он говорит, расскажи, что нужно сделать. Ну, он пока не ответил, если он ответит, то мы сразу же, получается, вставим это в переписку. Ну, я вставлю это в конце переписку, уже вечером, получается, если он ответит до вечера, то примонтирую, короче, неважно. Начнем с Хардвокера. Человек, который якобы там пьяный, выбил 20 тысяч кредитов. Ой-ой-ой, как хорошо выбил, молодец какой. Ну, все это понты, ребят, кидало. Я не верю, что это было выбито 20 тысяч кредитов и все такое. Я сначала за что зацепился? Когда он выбил 20 тысяч кредитов, ему пришло ровно 20 тысяч кредитов. То, что он до этого выбивал и плакал там, что за гамно падает мне, что за гамно. Это все понты, понимаете, чтобы типа не сказали, ой, пиар, пиар сайту. Вот, хорошее, в принципе, да, многие поверили, сказали, ой, сайт хороший и все такое. Сайт гамно. Дальше идем. Ну, не пришли кредиты эти, ему там 600, по-моему, я насчитал, я не помню. Так, глянул с первого раза, по-моему, 600 кредитов, должно было 20 тысяч 600 прийти. Пришло только 20. То есть, значит, система никаким образом не считает кредиты. Просто тыкает что-то там на рандом, чувак этот заплатил. Заранее сговорились. У хардвокера, насколько вы знаете, две страницы, поэтому вполне можно было списаться. Раз, все, договорились. Но я не понимаю одного, хардвокер вроде бы не с хорошей самой репутацией, ютубер, и нанимать его, пиарить сайт, это глупо, по-моему, чтобы его только унизили этот сайт. Ну, ладно, это не суть. Хардвокера не столь много смотрят, чтобы рассказывать о нем что-то плохое или хорошее. Ну, чувак пропиарил за бабки, либо он один из создателей этого сайта. Все, хардвокера, ладно, закрыли. Дальше идем по... Владюхе зажимает. Хорошее имя. Почему-то мне его хочется назвать Пиносос. Не знаю почему, вот такое мне вылазит слово к нему. Пиносос. Начнем с того, что Владюха решил сделать видео, там, я обман игроков. Что-то я посмотрел какой-то бред, если честно, полнейший. Он сначала говорил, что сайт дерьмо, потом в конце, я в конец промотал, он говорил, что сайт хороший, пишите мне, если вас кину, там, я разберусь сразу со всем. Вот это самое главное, что вы напишите ему, он разберется во всем. Это, вы понимаете, человек, который по сей день, уже, наверное, месяцев пять прошло, что деньги возвращает, он сколько там, уже айфоны свои продавал, все попродавал, все. Денег так и не увидел. Ладно, моя полторушка ушла, я забил на нее хрен уже давно, но Адлану 11 штук он так и не вернул. Никакой аккаунт он ему не дал, как и обещал, он договорился, сказал. Адлан мне вот недавно буквально писал, недели две назад, говорил, что до сих пор, говорит, ничего не вернул и игнорит ВКонтакте. Нормальный пацан, понимаете, да, отлично сделал, все, всех кинул, свалил по-тихому, типа, все закрылось. Также делает со своими конкурсами, отличными просто же, отличные конкурсы. Чувак кидает мне скрин с Владюха, как пишет, что я выиграл Владюха до первого места и летит чувак в черный список. Да, в принципе, меня Владюха до этого тоже говорил, что чуваков просто, кто занимает первое место, в черный список кидает и все, и следующий конкурс делает, типа, якобы, разыграл. Ну, вот так вот нормально происходят конкурсы, поэтому вы понимаете, кто рассказывал о сайте. Человек с великой репутацией, великий ютубер, нормально. Я о сайте ничего такого не буду говорить, потому что сайт дерьмо просто, в двух словах. Он недоделан, там рулетку крутит бот, типа, победителей, там, где падает, типа, дерьмо, не прогружаются картинки. Что это за дела такие? Потом мне пришла в голову такая идея, где он берет пин-коды, да, там, мне говорили, пин-коды выдают и все такое. Где они берут пин-коды? Я, блин, да как? Я парень на вас столько просил, говорю, дай пин-коды, дайте хоть какие-то, говорю, там, для топ-5, говорю, разыграть, он там, пилот надо делать и все такое. Ну, в общем, нужно много делать, чтобы дали какие-то пин-коды, либо стримить, или что-то, что такое. Чувак вроде бы не стримит, чувак вроде бы никак не связан. Я не видел, чтобы его деятельность была связана как-то вообще с смайлом, ру. Те, кто думает, что это администрация Warface, блин, ребят, ну, не делайте себе идиотов, это не так абсолютно, вообще не так. Потому что, когда я увидел, как он оплачивает призы победителям, меня на смех пробрало, я дико ржал просто минут 10. Потому что это тупо пополнение счета через, например, тот же Kiwi. Я сейчас вам в конце покажу, как это происходит. Меня задели те слова, там, я смотрел Владюхин видео, тоже смеялся до слез просто. Это дико забавно, ребят, когда человек говорит, что, ой, кредиты начисляются. Вы заметили, что они вот так выскакивают посередине экрана и написано 4000 кредитов. Я в конце себе пополню аккаунт на 10 кредитов. Покажу нашему Владюхе, что он что-то либо отстал и стал совсем, либо, я не знаю, либо Warface уже не заходил около года. Потому что эту функцию ввели уже давно, я еще донатил на донат давно, она уже была, эта функция мне показывала посередине экрана. Я задоначу в конце, покажу, как это делается на свой аккаунт. Кину 10 рублей и посмотрим, придут они или нет. В общем, смотрите, вы кидаете деньги на сайт. То есть пополняете его кошелек через оплата.инфо, если я не ошибаюсь. Я как-то связывался с этими сайтами, со всеми. Мне предлагали CSGO сайты пиарить, типа будут они мне платить еженедельно. Я буду еженедельно пиарить их сайты, играть на их рулетках, якобы такое все. Это были очень много предложений, таких поступало около, наверное, 18 уже с хорошей суммой, понимаете. Они там говорят, будем платить хотя бы по 2000 за ролик, получается, по 5000 за ролик некоторые предлагали. Я говорю, нет, спасибо, не надо, потому что сейчас один раз кину подписчиков, потом начнется жопа. Меня будут каждый день, ну не каждый день, каждое видео будут этим попрекать. Я что-то кому-то посоветую, будут попрекать этим. То, что каналы я пиарю, это ладно, ребят, блин, ну, зашли, не понравилось, вышли. Но бабки-то, я очень дешево беру за рекламу, вообще очень дешево по сравнению с другими ютуберами. Даю шанс каким-то пацанам. Да, не спорю, иногда очень голимые каналы пиарю, но реально бабки нужны, хоть таким каким-то образом. Никого же не обманываю этим образом, просто посоветовал канал. Все, не понравилось, можете за это дизлайк поставить. В принципе, все так и делают. Заходите на сайт вот на этот, кидаете там 1000 рублей, чуваку поступает, ну, 989 примерно, 11 рублей где-то комиссия на WebMoney или Kiwi, не знаю, куда ему там, на Яндекс, на PayPal, куда угодно может поступить. То есть, пополнились вы, вы крутите каким-то, ну, раз выбили 50, 150 кредитов, 150, 300, ну, выбили там еще 150, ну, 300, ладно, 600 выбили. Тысячу положили, 600 кредитов выбили. Блин, хрень, ну, там 90% случаев так и случается, ребят. Мне кидали видос с 2000 рублей, там 150, 150, 300, 300, 150, больше 300 ни разу не выпало. Поэтому, чувак потом берет просто, раз, ну, вы пишите ему ВКонтакте, там нужно, понимаете, он пишет, бот переполнен, бота вообще нет на этом сайте. Как там может быть бот? Нету ни пин-кодов, ничего. Бот не может быть переполнен, его он просто-напросто нет. Вы должны написать ему ВКонтакте в личку, что, вот, я там выиграл, типа, что-то, я не читал правила особо, но я так понял, что я вот выиграл, там, проверьте, потому что через ВКонтакте нужно заходить на этот сайт. Я проверил, выиграл, там, столько-то, столько-то. Он, типа, якобы проверяет, там, что-то раз, раз, раз. Ну, возможно, даже работает какая-то система, я не думаю, что там прям все настолько плохо. Работает какая-то система, вы выиграли 600 кредитов, положили 1000, он смотрит. Нормально, да, в принципе, 1000 положил, это 2000 кредитов, получил 600, 1400 кредитов у него в кармане. Так, комиссия плюс 1300 возьмем, грубо, даже на 1200, 600 рублей с одной тысячи. Вообще идеально, я сам. Ребят, если хотите таким образом пополнять все пин-коды, я могу оставить Kiwi WebMoney в описании, вы можете туда 1000 кидать, я вам 600 в ответ кредит, 300 рублей на аккаунт положу. Мне не трудно будет за 600 рублей, там, делать это, блин, это 2 минуты буквально подтверждение телефона сделал, и все. Это очень просто. Ну что ж, сейчас я покажу для одного ютубера, что он думает, что каким-то магическим образом появляется эта надпись. Сейчас я зайду на свой аккаунт и покажу вам, как это делается. Чтобы никто не сказал, что какие-то подставы, сделаю все в режиме онлайн, попробую, не знаю, получится или нет. Кстати, в отличие от одного из ютуберов этих, Владюхи, он просто тупо озвучил видео на этом сайте. Это можно легко заметить, если вы хотя бы чуть-чуть умеете слушать. Когда человек пишет, происходят вот такие звуки на клавиатуре, да? Когда тем более быстро пишет, он должен побыстрее даже клацаться. Но там же происходит вот такое. Так, я это написал, это написал. Ладно, не суть. Сейчас мы пополнимся. Вот мой Warface. Надеюсь, его будет видно. На кого уже зовут? Надеюсь, его будет видно. Я не знаю, я не проверил. В полном экране будет видно. Так. Что я сделал? Так, пополнить счет. Мы нажимаем. Так. Чтобы в режиме онлайн все было. Так, я не буду пополнять больше 250 рублей, поэтому перейдем сразу же на сайт. Выберем 10. 10 рублей, 5 рублей кину. Вводим свой телефон. Те, кто смотрят стримы, знают мой номер отлично просто. Поэтому можете, если так я правильно ввел, да, перейти к оплате. Сейчас мне на планшет придет сообщение. Счет успешно выставлен. Я через планшет его сейчас подтверждение сделаю, чтобы не делать вот этих сообщений. Вот, пришло уже сообщение, что мне нужно оплатить 5 рублей. Оплачиваем 5 рублей. Таким же образом и чувак оплачивает вам бабки. Вы даете mail. Вот, пришло сообщение, что успешный платеж деньги mail.ru на 5 рублей. Сейчас мы посмотрим, пришли ли они. Да уйди ты, пожалуйста, не зовите вашу мать на КВ. Сейчас мы будем ждать, придут ли бабки на мой аккаунт. По центру появится табличка. Я знаю, что в углу 100% появляется, что на ваш аккаунт зачислены деньги. Но мы подождем, мы никуда не спешим. Нам главное, чтобы была правда. Но, ребят, это ваши деньги. Хотите пойти их слить? Сливайте, ради бога. Никого не держу. Просто рассказываю, что к чему. Мне кажется, проще уже подождать акцию с удачным выстрелом. Задонатить нормально такие же деньги. И получите гораздо больше. Вроде бы здесь все нормально. У нас в Warface... Вот. Пожалуйста. Ничего не нажимал. Ничего. Вот сейчас должна табличка еще снизу появиться. Вот здесь у меня. Так. Счет пополнил на 10. Смотрим. 50 было. Сейчас мы коробку крутанем. У меня сейчас как раз 60 будет. А вдруг Скар выпадет, да? Так, а почему? Я же 10 задонатил. Так. А, вот. Вот. Внизу появилась табличка еще. Так. Должно появиться 60 кредитов. Зуб потишина сделать. Так. Сейчас мы откроем одну коробку с Скаром. 60 кредитов есть у нас. Поэтому надо пробовать. Ноль. Заодно. Донат такой. Мини-донат. И на день хоть, ну слава богу, хоть поиграю с ним. Знаете, денек. Ну, ребят. Ой. Ой, Warface закрыл. Ладно, надеюсь, не залагаю. Так. Ну, вы сами поняли, что к чему. Сайт. Я не доверяю этому сайту. Я сейчас остановлю видео. Подожду, пока чувак ответит. Приложу с ним переписку. Ну, что ж, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы теперь знаете, кому верить, а кто работает за бабки. Всем удачи, всем пока. Ребят, я тут подумал, надо зайти на сайт сам и посмотреть на него вообще. А то наши ютуберы-проверялки что-то ничего не показали, что-то. Вот лента лайфдропа, да. По сути, по ней все ориентируются. Что чувак выбил такое-то, чувак выбил такое-то. Вот ники некоторых чуваков есть. Насколько я понял, вот это английский. О, Калику выиграл. Ничего себе, смотрите. Английский это вот, например, мой, да? Димон 97 у меня здесь. Вставляем. Аукцион пони. Ладно, не угадали. Вот этот чувак что-то выиграл. Мы сейчас узнаем у него, что он выиграл в ВКонтакте. Вот, Алексей, Попович, он что-то выиграл. Это вот, смотрите, ники. Есть полные имена чуваков, некоторых, вот, вот, например. Но не видно, видите, что он выбил. А есть, вот, ники, давайте вставим. Половину страниц не найдено вообще. Вот, я копирую, вставляю, все в режиме онлайн. Жму, Алексей Попович. Заходил 24 августа, но авторизовался на нашем сайте. Страница не найдена. 8 миллионов варбаксов. Давайте спросим, каково ему с 8 миллионами варбаксов. Вставляем, нажимаем. Не найдено. Смотрим, 128 тысяч варбаксов. Вставляем, нажимаем. Не найдено. Ладно, не суть. Лайфдроп мы уже поняли, что дерьмо. И не работает, нифига. Нажимаем. О, макароны по-флотски. Мое любимое блюдо. Рецепт из фото. Отличная дроп. Вот, это они тянут, понимаете. Вот, что там у них выпало. Золотой фабарм выиграли макароны по-флотски. Кстати, очень вкусно. Очень люблю это блюдо. Ой, ушло. Остапчук. Остапчук. Коньяков. Куксов. Рюмов. Рюмка. Коньяк. Грибоед. Охренеть просто. Что оно пишет? Тут рандомные слова выдает. Я больше, чем уверен. Так, смотрим. Не найдено. Смотрим. Ну так, побольше тестов сделаем. Не найдено. Жалко, имена неполные. Фамилия не прописывается, чтобы я мог поискать их. Вот. Глеб какой-то. Ну это, блин, по именам тяжело искать. Давайте, вот. Что-то выбило. Что у нас выиграл человек? Давайте проверим. Вставляем. Нажимаем. Выиграла страница пустая, которая не найдена даже. Смотрим. Смог, что выиграл. Пустая. В общем, пустышки страницы. Дальше с чего хотел начать. Я здесь многократно. Вот, золотой скар. Смотрим. Инженер. Золотой скар навсегда. Если нет пин-кодов. Каким образом он дает эти оружия? Каким его мать образом? Он донатит на аккаунт. Говорит, что якобы будешь крутить, пока не выбьешь. Дай мне скрин, давай, показывай, будешь крутить. И, блядь, каждого, если человек это делает, это, блядь, с ума сойти можно. Тысячу кредитов, пацан, выиграл. Вот этот, возможно, еще. Возможно, 20% что настоящий. Ох, грузит. А, нет, не загрузила. Короче, вот это дерьмо. Вот это вот, лайфдроп. Это 100% накидало. И я хотел задаться одним вопросом. 8 миллионов 192 тысячи варбаксов. Вы дебилы совсем, что ли? Такого просто-напросто быть не может. Такого пин-кода, наверное, быть не может. Просто 8 миллионов варбаксов. Он будет вам наигру, блядь, всю жизнь донатить, чтобы вы покупали, 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 покупали варбаксы. Чтобы 8 миллионов купить. Подумайте своей головой иногда. Вот. Вот это реальная цифра для вас. Вот, вот. 8 тысяч. Реальная. Совсем реальная. Дальше смотрим. Оружие на снайпера. Максимум, что вам здесь может выпасть, это вот. Барет на 7 дней. Винторез и то редко кому выпадет. Вот это то, что тут написано навсегда. Полный пиздюш. Как он калику вам даст? Если у него даже нет ни одного пин-кода. Штурм. Что вам здесь может выпасть? Максимум FN2000, наверное. Все. Медика давайте глянем. Что у нас тут? Сайга навсегда. Это просто тупо приманка. Тупая приманка. Не ведитесь на это дерьмо. Не может он вам ни Сайгу купить, ни Юсас, ни Мозберг, ни Сикс, ни Фабарм. Тем более, что уже золотой Фабарм. Давайте, вот, выиграл. О, давайте посмотрим, кто это у нас такой счастлив. Сейчас мы с ним попереписываемся, скажем. Как тебе? Блин, хоть бы одного онлайн найти бы, чтобы отписать ему. Он тупо пишет те страницы, которые то ли заблокированы, то ли что, я не могу понять. Ну ладно, ребят, сейчас он вернется. Я надеюсь, что он вернется, это Тесла зайдет, потому что он с утра уже не заходит. И мы ему, что он отпишет, то я еще вставлю и продолжим. Ребят, прошло уже очень много времени. Уже 6 часов. Мне надо еще и видео срендерить, и картинки сделать. Все нужно еще сделать и пойти к КВ поиграть. Короче, нужно и клан как-то поддерживать. А человека все нет и нет. Он последний раз заходил в 10 часов, как и было. Вот последний визит в 10.09. Уже 6 час пошел. Уже 7 получается сейчас час по Москве. Я очень долго жду. Мне как-то не очень хочется себя ждать. Но если он что-то мне ответит, я этот сделал скрин и отправлю его в группу ВКонтакте. И еще что я нарыл, ну как нарыл, нашел на странице Хардвокера, на его второй, по-моему, странице там какой-то. Там с чуваком они обнимаются. Сайт на груди написан warface.biz. Видимо, то есть создатель сайта этого. Хардвокер, как я и говорил, один из тех, ну один из создателей этого сайта. Поэтому пиарить его и рассказывать, какой он хороший, только в плюс ему, конечно. Ну и Владюхе бабки заплатил, потому что с Владюхой у них там недавние терки были. Это понятно. Я смотрел видосы про Владюху там, а потом Владюха делал пиар и все такое. Поэтому все проплачено. Ладно, если я ошибаюсь, могу извиниться, если там реально не проплачено. Но это будет очень тяжело доказать, что там не проплачено. Я сказал свое мнение. Там сайт кидало. Если вы хотите, реально, кидайте косарь. Я вам 300 рублей задоначу в Warface. Пишите свой мейл. Кидайте косарь задоначу 2 минуты. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...